Здравствуйте! Это программа «Лицом к лицу» и я и ведущий Тимофей Львутин. Британский совет с 2016 года в партнерстве с Институтом высшего образования Национальной академии педагогических наук Украины и фондом лидерства для высшего образования Великобритании, а также при поддержке Министерства образования и науки Украины, внедряет программу развития лидерского потенциала университетов Украины. О подробностях этого проекта поговорим сегодня с руководителем программ в сфере образования и общества Британского совета в Украине Людмилой Таценко. Людмила, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, расскажите о программе развития лидерского потенциала университетов Украины. Эта программа – инновационный продукт. Я беру на себя смелость утверждать, что таких программ не было в Украине. Такие программы не предлагались для университетов, потому что программа в себя включает целый ряд моментов. Во-первых, это программа, в которую университеты входят и работают целый год. Достаточно длительная программа, и она включает и обучающие модули, и обучающий визит в Британский университет, сессии от ведущих экспертов Британской фундации лидерства, много-много разных мероприятий для участников программы. Кто может принять участие в вашей программе? В программе принимают участие университеты, которые представлены в программе университетскими командами. Хочу сразу сказать, что идет тщательный отбор, университеты подают заявки, поскольку в течение трех лет в программе принимают участие 40 университетов. Мы сейчас находимся как раз на третьем году программы, и у нас только вчера закончилось первое большое мероприятие, где были команды всех 14 университетов, и в целом за три года это 40 университетов. А с какими вузами вы сейчас работаете? Это 14 университетов. Университеты самые разные. Это и ведущие университеты, большие и крупные университеты, это и частные университеты. Хотела бы еще сказать, что мы активно поддерживаем в рамках программы и наши перемещенные университеты, то есть те университеты, которые были вынуждены в силу ситуации покинуть Донецк, покинуть Луганск. И у нас за время программы 8 таких университетов тоже принимали участие. Но назову некоторые из тех, которые принимают участие в этом году. Это открытый международный университет Украина, который вошел в программу с очень интересным проектом по инклюзивному образованию. Это национальный университет медицинский из Винницы, это Донецкий университет менеджмента, это университет из Глухого, национальный педагогический университет. Достаточно такой широкий спектр. Это известный университет Национальная Киево-Могилянская академия, это университет Альфреда Нобеля, это частный университет из Днепра. То есть, как вы видите, спектр университетов очень широкий. Почему украине нужны лидеры в высшем образовании? Знаете, я думаю, что ответом на этот вопрос может быть информация о реформе высшего образования. Мы все знаем, что реформа высшего образования – это первый законопроект, который был принят в 2014 году. И мы все понимали, что зацентрализованность и руководство только министерством всего того, что происходит в университете, не очень хорошо работало. Но когда университеты получили автономию, возник вопрос, а как правильно этой автономией распорядиться? Что такое автономный университет? Были разные примеры, когда, например, при выборе ректора университет, имея автономию и уже не имея навязанного, скажем, как раньше говорили ректора из министерства, министерством, шел по пути, скажем, каких-то таких достаточно консервативного выбора. Поэтому лидеры в образовании действительно нужны. Но мы представляем в Украине британский опыт и британскую экспертизу. Мы подумали, что бы мы могли предложить. Мы все наши программы всегда строим в партнерстве. И это, кстати, очень хороший пример партнерства в этой программе, потому что мы обсуждали программу и с министерством, и с украинскими партнерами, и с британскими партнерами. То есть мы стараемся сделать такой мэтч, да, что нужно Украине и что может предложить Британия. И вот результатом этого стала наша программа развития лидеров. А как готовить новых лидеров? Вы знаете, у нас в рамках программы есть два компонента. Есть компонент командный, где команда университета, состоящая из пяти человек, работает над проектом изменений. Темы этих проектов самые разные. Это и разработка системы, внутренняя система обеспечения качества, и проектный офис, и то, как работать с городской властью, и как активно вовлекать бизнес, как делать учебные программы более качественные за счет привлечения других стейкхолдеров, сэндвич-курсы. То есть разная-разная совершенно тематика. Но у нас есть еще программа, так называемая программа для будущих или молодых лидеров, когда идет индивидуальная подготовка лидеров в рамках программы. И тут целый ряд аспектов рассматривается. И психологические, и как элементы коучинга. То есть в течение года очень много. Для молодых лидеров мы проводим три разных модуля с перерывом. У них есть индивидуальные задания. То есть это достаточно интенсивная, серьезная программа. Людмила, вы сказали по поводу британского опыта. Какой опыт Британии ценен для украинских студентов, обучающихся по вашей программе? Вы знаете, студенты являются частью команды. Это одна из инноваций программы. Потому что, ну, я могла бы и вас спросить, когда мы говорим лидерская программа, что мы подразумеваем? Это программа для ректорского корпуса? Это программа для руководителей? Для кого эта программа? А вот инновационность, о которой я вначале сказала, как раз заключается в том, что у нас команда университета представлена не горизонтально, а вертикально. У нас всегда есть или ректор, или проректор. У нас может быть декан, у нас может быть заведующий кафедрой. Но у нас в каждой команде есть студент. И он очень важный член команды. Когда мы смотрели на британский опыт, вот, конечно, по лидерству ведущим агентством британским является фундация лидерства. Это UK Leadership Foundation. Это национальное агентство в Британии. И я могу с уверенностью сказать, что нет ни одного британского университета, а их меньше, чем в Украине, кстати, где руководство, преподаватели университета не прошли бы через программы фундации лидерства. Поэтому мы и пригласили такое ведущее агентство для того, чтобы вместе с ними эту программу разработать и в Украине проводить. Я, если можно, еще хочу остановиться на одном таком аспекте. А это аспект в том, что мы никогда не пересаживаем просто британскую программу на украинскую почву. Мы ее создаем, разрабатываем, обсуждаем, меняем. Кстати, каждый стараемся вносить изменения, если мы видим, что они необходимы, с нашими украинскими партнерами. И у нас в программу введут не только британские тренеры, но и наши украинские эксперты. И мы надеемся, что через три года программа уже будет и в последующем, но получит новую жизнь в Украине. Расскажите о целях, то есть главных целях этой программы и ее результатах уже за два предыдущих года. За два предыдущих года у нас в программе приняли участие 26 украинских университетов. Ну, помимо того, что все они осуществили определенный проект изменений в своем университете, да, и мы поддерживаем с ними связь, знаем, что происходит, и есть ли жизнь после программы. Мне кажется, основное изменение, которое об этом говорят все участники программы, это изменение в том, как воспринимается лидер, как изменение в самой парадигме, в изменении вот этой жесткой вертикали. Ну, я могу привести, ну, может быть, такой простой, но достаточно красноречивый пример, когда после участия в нашей программе один из ректоров университетов изменил план своего офиса. И привычный для руководителя такой Т-образный стол, когда руководитель сидит в начале, а все остальные где-то, был заменен на овальный стол, который, ну, создавал совершенно другую обстановку для обсуждения и для коллегиального принятия решений. Вот в феврале команда Национального университета биоресурсов и природоиспользования Украины стала победителем третьего этапа Британского совета развития лидерского потенциала университетов Украины. Расскажите поподробнее об этом. А, знаете, когда мы говорим победитель, это значит, что команда стала участником проекта третьего года, а таких участников у нас 14. И они действительно достаточно серьезно участвовали в конкурсе, подавали заявку, которая оценивалась по многим параметрам, и стали одним из 14 университетов, которые принимают участие. С достаточно интересной тематикой, потому что тематика проекта этого университета это развитие лидерского потенциала молодых ученых. О результатах мы поговорим, наверное, чуть позже, когда будет разработан проект, когда, я очень надеюсь, университет совершит поездку и установит партнерские отношения с британским университетом. Это, кстати, часть тоже нашей программы, когда мы даем возможность командам поехать и посмотреть, как этот аспект решается, как это работает в британском ВУЗе. И не только посмотреть, установить партнерские отношения. По опыту предыдущих двух лет программы мы видим, что эти отношения развиваются и развиваются достаточно эффективно, потому что команды, которые установили отношения в рамках нашего проекта, подаются на совместное финансирование европейских программ. И у нас есть удачные примеры, когда, например, львовская политехника сейчас активно сотрудничает с университетом Кингстона в Лондоне и активно идет программа академической мобильности, рассчитанная на 40 мобильностей и преподавателей, и студентов. И это не единственный пример. Какими качествами должен обладать молодой украинский лидер? Да, хороший вопрос. Я думаю, что молодой украинский лидер должен быть гибким, он должен слышать своих коллег, он должен задумываться, наверное, и о последствиях своих решений. А будут ли какие-то изменения в программе третьего года? И если будут, почему? Да, мы целый ряд изменений вносили и в программу второго года. Первый год был пилотный, а второй мы сейчас находимся, и вот только начали третий год программы. И основное изменение, которое мы внесли, это мы предложили максимально объединить усилия и команде университета, и молодым лидерам для имплементации проекта изменений. То есть они вместе работают, они вместе поедут в Британию. Мы понимаем, что когда человек один что-то хочет изменить, это, наверное, сложно. Но когда уже команда из семи людей, которые прошли через, ну, серию иногда совершенно меняющих, ну, я не могу сказать меняющих сознание, но, наверное, какое-то видение и то, как человек поступает и будет принимать решения, мы считаем, что команда из семи человек — это достаточно эффективный механизм, это эффективная команда, которая может изменения в университете провести. Каких результатов вы ожидаете по истечении программы развития лидерского потенциала университетов Украины, и есть ли спрос на продолжение программы уже сейчас, например? Спрос, начну со второго вопроса, спрос, несомненно, есть, и мы видели по количеству заявок, когда, например, 90 университетов подается, а мы берем 12, 80 университетов подается, а мы берем 14. У нас есть университеты, которые два года пытались попасть в программу и попали только в программу к нам на третий год. Вы знаете, мы будем проводить достаточно серьезное исследование того, что происходит в университетах, как изменилось, потому что мы понимаем, что изменения в парадигме мышления и в том, как люди воспринимают лидерство и новые модели, не происходит моментально, да, после какого-то даже успешного трехдневного мероприятия. Это длительный процесс. Я очень надеюсь, что вы сможете пригласить представителей университета, чтобы они конкретно рассказали о своих проектах. Думаю, да, пообщаемся в будущем. Людмила, спасибо большое за то, что пришли и уделили нам время. А я напомню, что гостью программы «Лицом к лицу» была руководитель программ в сфере образования и общества Британского совета в Украине Людмила Таценко. Меня зовут Тимофей Львутин. До встречи на телеканале ЮАИ-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok